Но пока давайте разберём с вами случай, не описывающийся законам кардио-мейнберга, а случай более-менее реальный. Такой опыт один раз мысленно уже ставили, сейчас мы его ещё раз поставим и немножко продолжим. У нас есть некоторая экспериментальная популяция. Я собираюсь просмотреть череду изменений, но среди мышей. Допустим, ну примерно на тысячу поколений, на две тысячи поколений. Ну для этого надо жить века, иначе просто не получится. Зачем смешать вот эту бактерию делать так? Ну, все время бактерии двоих скучно. Мыши, они всё-таки пушистые, бегают, у них хвосты есть и так далее. Да, нам это можно быстрее разнадоться, чем нужно. Ну, конечно, поэтому огромное количество экспериментов, когда надо реальный эксперимент поставить, ставится в теорию эволюционистом как раз на бактериях. На каких живых существах ещё можно экспериментировать вот так, чтобы не ждать миллиона этого результата? Вообще на насекомых. Насекомых, на ветер, на жертв, на жертв. А вот на слонах, допустим, исследовать эволюционные процессы? Слоны из-за чего? Ну, это вам надо несколько миллионов лет пожить, тогда вы что-то ничего видите. Потому что, что является единицей времени? Поколения. Поколения. Бактерия, это поколение, ну сейчас где-то. Ну, не, было это подольше. А у слонах нет. Ну, слонах нет. Хорошо, поехали. Итак, что мы имеем? Берём мы условную популяцию, которая, допустим, ген окраски глаза, у всех представителей совершенно одинаковые, обозначим его А. Будем считать, что это один минус один. Хотя, мы с вами говорили, что реально, с глазами человека, что он сам будет. Ну, мы для простоты помним, что это за один минус. Хорошо. Ну, я живу много-много поколений, наблюдаю за этой популяцией. Может ли у кого-нибудь из участников произойти мутация этого гена? Да. Да. И возникнет новое амельное состояние, которое как-то со временем распространится по популяции. Ну, прошло ещё, да, два десятка поколений. У кого-нибудь из потомков, опять, может, этот, другого опуска и первый. Да. Да. Возникнет ещё один возможный вариант. А, первое. Ещё через пять десятков поколений у кого-то из потомков. Да. Очередная амельная, да, с ещё один возможный вариант. А, второе. И так далее. А, третье. А, четвёртое. А, третье. А, третье. А, четвёртое. Возможно, халейных состоит. Допустим, чтобы вам болтанить, не в чём идет речь. Сколько всего вариантов окраски глаз для людей вы можете назвать? Какие глаза забыли? Карень, голубые, зелёные. А все ручные бабы? Жёлтые, рыжие. Рыжие бабы. Ну, на самом деле, специалисты выделяют полтора десятка. Вот эти все варианты, вот они. Это те варианты, которые вообще среди людей встречаются. Скажите, а лично я и лично вы? Сколько из этого списка Леви имеет? Одна. Всего два. Не один, а именно два. А тут два. Однажды два. Однажды два. В этом случае может произойти такая штука, что у мамы и у папы были одинаковые аллели. В этом случае у вас будет два аллеля, но одинакового содержания. Мы всё равно пришли. Понятно? А вот три аллеля вы можете иметь? Нет. Вы как, а двух мам сразу произошли? Представляете, все сложновато. Каждый из нас из этого списка имеет только парочку. Список этот будет называться. Купуляционный аллей. Включая все варианты данного гена, которые существуют в данной популяции. Скажите, а каждое из новых аллельных состояний за счёт какого события происходит? Мутация. За счёт мутации? Мутация – это явление. Случайно. А ты давайте подумаем. Сколько примерно генов в элтериотическом организме? Убеда 30 тысяч. Ну, 20-30 тысяч. Да. Ага. Как по-вашему, результаты работы этих генов, ну, то есть дюки, которые с них построены, могут быть совершенно любыми? Или в реальности результаты их работы должны быть взаимосвязаны друг с другом? Взаимосвязаны. Да, взаимосвязаны. Это понятно? Значит, если один с другого выпадает из его системы взаимодействия, может этот процесс или эта структура нормально функционировать? Компционируется сильно. Нет, конечно. Но с химической точки зрения ситуация окажется крайне краска. Ему просто либо не хватит сырья, с которым он работает, ведь каждый фермент катаризирует определенные реакции, ему он нужный субстрат. Либо тот продукт, который этот фермент строит, никем не будет воздреван. И будет он до бесконечности накапливаться в клетку, что вызовет вдруг неприятность. Итак, работа этой системы должна быть структурно организованной, согласованной. Теперь смотрим. Вы имеете такую упорядоченную структуру, и одного из участников случайным образом меняет. Как-то важна степень его согласованности с остальными, а при этом скорее увеличится и уменьшится. Вы же случайно. Представьте себе, что вы решили отапгрейдить свой компьютер примерно с этой упоркой. Набрали всех самых современных, самых лучших деталей. Ну, оперативку отличную, кулеры, которые не перегреваются, там, хардгист, ноль, и так далее, и так далее. Приятный. Все детали у вас самые лучшие. А там на столе стоит компьютер со снятым глушком, да? И вы начинаете со всей дуи метать детали в открытый компьютер. С некоторой вероятностью вообще-то такая деталь может вышибить ту, которая стояла до нее, и занять ее позиционно. Ровненько пришиться. Скажите, пожалуйста, какова вероятность такого собрания? Очень много. Знаете, скорее всего... Ровненько есть как-то лучше. Почему такая попытка приведет? Слово, мы думаем. А у нас сейчас... Скорее всего, вы просто выйдете в строй, он принципиально откажется работой. Либо произойдут более-менее тяжелые нарушения в работе, а у шанса того, что что-то таким образом улучшится, минимально. Примерно только что самое не смоталось, что у нас есть необычайно сложно организованное с тем взаимодействие. Один из участников меняется случайным образом. Скорее, это повысит производительность этого варианта или понизит? Понизит. Давайте вспомним. Так будет называться отдельная пара. Один из участников, который имеет более низкую производительность, а другой более высокую. Доминантная или рецессивная. Вот теперь понятно, откуда берется доминантность и рецессивность аллель? Да. Попробуем разобраться. Аллель А2. Это доминантный или рецессивный? Вот, значит, а большого, а малого, а малого 1 рецессивный, а относительно А5, А4 или доминантный? В том-то и дело. Дело в том, что представление о доминантности и рецессивности – это не этикетка. Ну, повесил нашу этикетку. Я доминант. Да? И страшно этим гаражом всю жизнь я доминант. Ну, чертур, это доминант ровно до тех пор, пока не встретился с более доминантным оппонентом. Да? Который объяснит, что это какой-то именно доминант. На самом деле доминант и рецессивность – это просто описание отношений по реаллению. Аллель А2 будет выступать в качестве доминанта по отношению к аллелям А3, А4 и А5 и в качестве рецессива по отношению к аллелям А1, А1 и А2. Поэтому с высокой вероятностью – это не стопроцентный закон, но с высокой вероятностью – результат любой следующей мутации, ну, любой мутации, которая там на ваших глазах происходит, результат такой мутации будет выявление не доминантного, а рецессивного аллеля. При этом, чем моложе мутация, чем моложе аллеля, тем больше вероятность он будет занимать местное в начале списка или в конце списка. В конце. Есть исключения, они известны, но, в общем-то, я говорю как раз о самом частном, самом обычном списке. Хорошо. Хорошо. Продолжение следует...